Доброе здоровьица, уважаемые посетители канала! На предложение обучиться в школе духовного и физического совершенства больше с духовной направленностью уже где-то человек пять имеется. И я как-то иногда не то чтобы жалею, но вот эта тема довольно-таки трудная. Тем более, я не хочу сказать, что я ее и владею полностью. Я вам буду излагать, как я вам, как я сам ее понимаю. Поэтому не зря я написал вам, а как вы понимаете духовность. Потому что духовность понятие очень такое растяжимое. И один понимает это так, другой понимает это так и так далее. И если вообще обратиться к практике, то есть духовностью занимается в основном религия. Так вот, если обратиться к религиозным практикам, ну в частности к раннему особенно христианству, чем они занимались и о чем они говорили? Они говорили, что необходимо умертветь человеческую плоть. Всевозможными средствами, чтобы дабы она не давлела в жизни человека, не мешала человеку больше взаимодействовать, будем говорить, с духовным миром. То есть, чтобы у человека было меньше желаний, самых различных. А было в основном одно. Связь его с источником жизни, который дает Бог Творец, Бог Создатель. И для этого, значит, надо умерщвлять свою плоть и использовать самые разнообразные для этого средства. То есть, уже дальше идет инструментарий. Используют самые различные средства для того, чтобы жизнь в физическом теле поддерживалась, но поддерживалась в минимальном количестве, чтобы она не мешала, так сказать, жизни духовной. И обучение в то далекое время духовным, духовности происходило весьма просто. Люди выбирали себе учителя, который уже достиг каких-то результатов, и просто-напросто селились рядом с ним и подражали его жизни. То есть, если он молился, они молились. Если он был в затворе, они шли в затвор. Если человек постился усиленно, они там постились. Если человек соблюдал обет молчания, то и не соблюдали обет молчания. Ну вот, я перечислил основные, будем говорить, инструменты, благодаря которым человек связывался с духовным миром, духовность, можно так сказать, для чего духовность, для того, чтобы он связывался с духовным миром, и уже мог там как-то с ним взаимодействовать. И в любом случае, что интересно, чтобы от того, как он проводит жизнь на земле, после того, как он умрет, в духовном мире он получал какие-то блага. То есть, это основной посыл. В этой жизни физической вести себя так, чтобы в жизни вечной, то есть, после окончания земной жизни, ты обрел какие-то там блага, что-то там такое, такое, такое-то, такое-то. Ну, то есть, попал в рай. Если одним словом так выжиться, а там уже... Вот, вот такой вот, то такой, будем говорить, посыл. Естественно, если мы, опять-таки, обратимся к духовности, то под этим понятием подразумевается масса всевозможных направлений. Сначала даже, можно так сказать, разного рода сила святых. То есть, те люди, которые там достигли просветления, или еще там чего-то там, или как они считают, или возможность творить чудеса, то существовала целая градация. Были святые более сильные, были менее сильные, были еще менее сильные. то есть, вот такая градация. Причем, одни там, грубо говоря, могли остановить там бурю, другие вызвать дождь, третий исцелить от болезни. Были такие, которые могли воскресить умершего, что-то там, допустим, ну, будем говорить, превратить одно в другое, или, например, там, накормить там людей какой-то пищи, пищи ограниченное количество, а делалось так, что ее становилось, то есть, при раздаче она не уменьшалась, и в итоге всем. Ну, и ряд других там, умение там общаться, понимать язык птиц, сверей, умение, в конце концов, изгонять бесов, то есть, лечить одержимых бесами, ну, и много-много-много всего. Ну, вот, как бы сказать, из всего вот этого многообразия просто, просто как этот предмет вот начинать излагать, у меня, конечно, есть свои собственные мысли, свои собственные наработки, я, конечно, не являюсь там таким каким-то столпом духовности, ну, кое-что имеется. И вот, вот этому кое-что, кое-что, а вернее даже научить, как в самом себе разбираться, как взаимодействовать с окружающим пространством для того, чтобы оставаться спокойным, рассудительным и уметь действовать адекватно в любой ситуации, не поддаваться панике и так далее. вот об этом я и хочу вам рассказать то, что я нащупал и, вам говорите, опробовал. как видите, тема далека, далека от простоты, и она подразумевает множество, можно так сказать, тем, которые сплетаются, сходятся вот в одну такую большую науку о духовности, которую надо начинать с самого самого простого. Поэтому я не буду лезть в свои книги, в которых я для себя разбивал, а попробую кратенько сначала изложить основное. важное, вот есть такое понятие, человек, познай самого себя, в первую очередь, познай самого себя. И так как мы с вами будем в основном работать с сознанием, важно понимать, откуда это сознание появляется, как оно появляется. вот тема сегодняшнего как раз урока и будет появление сознания, образование сознания у человека. Кстати, у меня как раз родился внук, ему уже там восьмой месяц идет, и я вот на него смотрю, как развивается, что с ним происходит, вот он начал там только обставать. И вот интересно видеть, как у него начинает образовываться сознание. Итак, да, существует масса различных там понятий, там эго, ложное эго и прочее, 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 в котором можно потеряться, забыться и не понять. начнем вот с того, как образуется сознание. Тема такая первая. И начинаем мы с самого начала. Яйцеклетка в материнском организме. Если она не оплодотворена, то она просто-напросто спускается в матку, там немножко полежит и рассасывается. Но если она оплодотворена, то начинается очень интересная жизнь. Начинается постройка человеческого организма, его тела, телесной формы. то есть вроде по-нашему нету никакого там сознания у яйцеклетки. А начинается, когда она оплодотворена, начинается определенное деление клеток и формирование будущего тела человека. То есть уясняем себя, что некая разумная сила начинает формировать организм. Естественно, эта сила начинает формировать организм для себя. А зачем для кого-то формировать? так же? То есть в результате 9 месяцев мы имеем уже ребенка с руками, с ногами, со всеми органами и так далее. То есть вот эта сила она и сформировала организм. Пока давайте немножечко забудем об этой силе, забудем, но для себя выясним, что не я вот теперешний формирую организм, а нечто то, что в начале было от зачатия до рождения и далее далее то, что поддерживает организм формировало наше физическое тело, строило там органы 5-10. хорошо оно его построило оно его построило то есть некая разумная сила это надо уяснить себя некая разумная сила построила более того разумная творческая сила и вот что мы видим теперь теперь вот этим образованием родившимся ребенком надо как-то управлять надо чтобы он начал взаимодействовать в этом окружающем мире и для этого для этого должны появиться соответствующие инструменты то есть будем так говорить ребенок родился никакого сознания нет вот нету этого сознания ничего но что имеется вот теперь мы переходим к тому как строится сознание как она возникает у нас имеется пять органов чувств глаза нос рот три уши четыре и тактильные ощущения пять и вот на основании вот я смотрю за внуком на основании вот этих вот пяти анализаторов ребеночек все щупает все смотрит все там слышит нюхает и так далее и так далее и так далее у него начинает откладывается память по каждому из пяти анализаторов анализаторов то есть по зрению нарабатывается банк памяти зрительный банк памяти по обонянию банк памяти обоняния по сезонию по вкусу по слуху то есть образуется пять банков информации на основе анализаторов далее ну и как бы сказать а как с этим работать дальше а дальше дальше вот как раз тут нельзя говорить а дальше и так далее тут все идет совместно просто мы искусственно разбиваем на части вот это формирование сознания для того чтобы просто понять из чего она состоит и как она работает вот одновременно одновременно появляется рабочий инструмент под названием ум то есть я вижу себя в камере через зрительный анализатор идет с лечения того что я вижу в камере с тем что у меня имеется в банке памяти по зрению по звуку и это говорит это это человек более того дальше там информация обрабатывается это ты сам то есть вот так вот ребеночек в течение там первых там двух лет трех лет он создает банки памяти и рабочий ум ему подсказывает что это допустим сладкое это горькое это шершавое это приятное и так далее и так далее а ум задача ума просто напросто слечать то что я вижу то что я чувствую с тем что имеется в банках памяти и на основании этого уже дальше идет отбор ага я несколько раз пробовал там сахар это сладкое а вот то я пробовал а это соль а это ага соль значит меньше там допустим соли больше там сладенького мне там приятно и так далее то есть появляется сознание первое органы чувств второе это ум и третье уже в зависимости от того что мы видим что мы слечаем и как действуем появляется такой можно так сказать ум который показывает нам следующее как эффективно действовать то есть от соленого отходим к сладкому к сладкому грубо говоря подходим от шершавого уходим к мягкому подходим и так далее то есть уже появляется такой как бы сказать банк эффективности действий как мы можем в окружающей среде действовать так чтобы вы жевать и эффективно жить причем все это идет от самого простого грубо говоря от лечения и стремления допустим к приятному избегания там неприятного до того как мы уже начинаем действовать в обществе познавая разного рода уже там людские законы особенности допустим каких-то технологий особенности общения и так далее и уже на основании этого мы начинаем уже так действовать то есть наш рабочий инструмент это ум еще раз повторяю который начинается с самого простого с анализатора далее с банковой памяти которая накапливается третье с эффективности действий и четвертое уже мы можем с вами что-то там прогнозировать что-то как-то знаете загадывать строить планы и так далее и так далее и так далее вот она уже и появилось сознание наше я считаю лично для себя вот так вот строится наше сознание просто понятно ясно первая тема построение сознания только сознание наше да мы эту тему закрыли далее у нас идет вторая тема оказывается оказывается смотрите если у нас имеется уже рожденный ребенок то в нем уже заложены некие движущие силы которые побуждают его вот просто так сказать жить то есть любое живое существо необходимое вот эти вот силы они его толкают на то чтобы он жил и теперь и теперь вот эту вот тему разбираем а что это за силы которые побуждают они же инстинкты по русски это побуждение по латыни это инстинкты инстинкты мы отбрасываем отбрасываем потому что у меня этот термин никак не это самое не работает внутри моего сознания а вот побуждение что меня побуждает это уже совсем другое так что побуждает любое живое существо особенно так как мы рассматриваем человека жить жить выживать процветать или не процветать первое это значит побуждение что мы видим у ребеночка побуждение к еде побуждение к выживанию побуждение к выживанию оно как раз будем говорить если мы по булочкам начинаем его раскладывать оно как бы состоит из следующего это питание вот ребенок это явно показывает мама грудное молочко попивает а взрослому человеку чтобы он жил ему надо питание то есть оно подразумевает питание а в дальнейшем не просто питание а чтобы жизненные условия были комфортны которые бы способствовали выживанию и как бы сказать благоприятному течению жизни то есть это уже смотрите распадается под питание под жилье под мани 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 под получение разного рода благ вот это как раз первое побуждение человека к тому чтобы он выживал и выживание это заключается повторяем это в питании это в жилье это в получении разного рода благ которые для жизни нужны первое побуждение далее у нас или одновременно с этим но если вот это первое побуждение у нас начинается грубо говоря с самого рождения нам надо там есть начиная от материнского организма и кончая до самой старости первое побуждение то второе побуждение второе побуждение как бы сказать оно не сразу следует но тем не менее оно возникает далее потихонечку проявляется а именно побуждение к некоторые говорят к продолжению рода то есть побуждение к любви к дружбе и заботы о детях и своих родителях вообще забота о семье о братьях сестрах и так далее то есть второе побуждение вот такое оно есть у каждого из нас есть да в той или иной мере выражено важно понимать что все эти побуждения они у каждого человека выражены по-своему и так второе побуждение значит это повторим для закрепления это любовь вот человеку надо чтоб он любил чтоб его любили не обязательно чтоб семья была но вот это вот надо далее чтоб дружба была 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 далее значит чтоб вот семья все таки была забота дальше чисто по семейным линии это забота значит о детях забота о престарелых родителях забота о братьях сестрах и будем говорить окружающих там в какой-то мере там друзья и так далее то есть без дружбы человеку тоже плохо жить вот плохо жить ему надо получать какой-то обмен информацией обмен вот этой вот эмоциональной энергии обмениваться этим и тогда вот это комфортно чувствуется видите то есть должна быть следующее вот это побуждение оно должно быть так выражено чтоб вам было комфортно если этого нету то начинает в сознании идти совершенно иные процессы которые вот буквально таки изнутри изнутри начинает наше сознание разъедать разрушать это так немножечко забежал вперед третье побуждение что мы видим опять таки за ребенком ребенок пытается навязать нам то или иное то есть ребенок хочет быть лидером буквально годовалый ребенок два годовалый ребенок он хочет быть лидером не понимая что я для меня все для него это родители для него дом для него еда для него для него Хотя он не понимает еще Но с возрастом становится понятно Для него Что да, есть лидерство Хочешь, как бы сказать, навязать свою волю окружающим В детском возрасте это просто проявляется Ребенок капризничает, плачет В более, так сказать, зрелом возрасте Это несколько по-иному там появляется И так далее, и так далее Но тем не менее Третье побуждение к лидерству Каждое живое существо хочет стать лидером Хочет стать вожаком Хочет стать, чтобы его все слушали Ну и тут, конечно, оказывается следующее А если у тебя для этого лидерские качества Или их нету Или ты просто-напросто пустышка Если они есть, то другое дело Другое дело, значит Окружающие, как бы сказать, попадают под влияние твоей энергетики И становится ведомым К чему, грубо говоря, лидер Может привести тех людей Которые ему поверили, доверились и так далее Насколько он, значит, хорош в этом отношении То есть третье побуждение к лидерству Но вот это побуждение к лидерству Начинает порождать свою, можно так сказать Противоположность Потому что вот буквально таки Я вчера там смотрел Про помещика, который растлил 500 Ну буквально таки Юных девушек Где-то там Начиная с 12 лет и старше 500 девушек То есть у него вот эта вот потребность Первая потребность Первое побуждение Настолько превалировали Что вот ему надо было любить, 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 любить Ну а хочется ли любить Этого человека другим или нет Вот за счет того, что у него была там власть И прочее, прочее, прочее Значит, он воспользовался этим Но Третье побуждение Это к справедливости Да, ты хочешь быть лидером Пожалуйста, в своем доме лидируй А вот, грубо говоря, в моем доме я лидер Это его шкартай Это самое Огомонись То есть человек должен адекватно понимать себя в обществе Где-то он может быть лидером От малого там до большого А где-то, где-то он должен признать там лидерство другого человека То есть это вот как раз чувство справедливости Что тут ты справедлив, тут ты нет То есть побуждение к справедливости Побуждение к справедливости Движет людьми Движет зверями И прочее, прочее, прочее Звери хотят иметь площадь земли На которой они пасутся, охотятся И чтобы туда никто не заходил И, так сказать, их еду не употреблял Потому что они останутся без еды То есть защищают Так точно и у людей Только на более, так сказать, несколько высоком уровне Это побуждение к справедливости Опять-таки, у каждого человека это выражено по-своему Допустим, один идет, грубо говоря Человек лежит там На обочине Ну, он и прошел мимо него А другой человек Хотя бы поинтересовался А что с этим человеком Либо же там хулиганы Обижают Кого-то Один проходит мимо Ой, лишь бы не меня А другой Начинает заступаться Всякое тут бывает То есть стремление к справедливости Стремление к справедливости Очень сильное, мощное Но в то же время В то же время Оно Оно, будем говорить Подавляемо Оно управляемо Ну, так далее, так далее То есть в обществе Как раз вот эта Огромная куча Разного рода Законов Которые Начиная с законов Моисея Как жить И прочее, прочее Кончая нашим обществом Вот это вот Вся эта Огромный институт Законотворчества Направлен на то Чтобы обеспечить В обществе Справедливую жизнь Ну, насколько это там Выражено Вы Каждый может Судить Ну, такая Есть То есть Стремление к справедливости Значит Первое Второе Третье Это Четвертое И пятое Побуждение Основное У человека Он хочет Вот действительно Как-то Реализоваться Почему Вас Волнует Тема Самореализации И в том числе Как бы сказать В духовном отношении То есть Это Своеобразный Вид Самореализации Вообще-то Он основной Человек должен Развиваться Совершенствоваться Как по своим Человеческим Качествам Так Грубо говоря Там И по Профессиональным Качествам Есть Конечно Совершенства По Ну, Бог Говорит По Энергетическим Качествам Которые Тесно Связаны С Нравственностью То есть Вот все Те Люди О которых Я вначале Там Говорил О святых О таких Мощных Святых Которые Могли Творить Какие-то Чудеса Усмирять Погоду Изгонять Беса Облечить Болезни Вплоть до Того Чтобы Воскрешать Значит Мертвых Они Обладали Обладали Вернее Им давалась Такая Энергетика Для того Чтобы Они могли Вот это Все Сотворить Значит Ихняя жизнь Была направлена Так И Как бы Сказать Велась Чтобы Они Могли В любой Момент Вот Подключиться Там К этим Силам Мощным Космическим Которые Которые Бы это Сделали То есть Их Их Значит Посыл Умственный Посыл На этот Посыл Откликалась Природа То есть Значит Он был Мощным Или еще Он обладал Какими-то Качествами У большинства Людей Которых Качеств Нет Ну Назовем Это Энергетикой Значит Пятое Побуждение Это К Самореализации К Творчеству То есть Человек Хочет Как-то Самореализоваться Художники Пишут Картины Музыканты Композиторы Сочиняют Мелодии Актеры Вот так Преподносят Через Роли Кто-то Допустим Через Видео Через Фильмы И прочее Прочее Там Через Стихи Через Написание Значит Каких-то Литературных Произведений Вот А есть Такие Которые Вот Видят Себя В том Что Они Могут Там Делать Некие Экстрасенсорные Вещи Они Вот так Реализуются Поэтому Я говорю Это очень Тема Духовности Она вот такая Вот То есть И на основании Теперь Смотрите Вот этих Пяти Побуждений Вот мы с вами Узнали Как формируется Сознание Ну да Сознание Сформировалось То есть Анализаторы Банки памяти На основе Анализаторов И рабочий Инструмент Ум И еще один Как бы сказать У нас Банк памяти Основанный На Эффективности Действий Отбираются Эффективные Действия То есть Грубо говоря Человек Что-то там Шьет И раз Раз Уколол Палец Она Эффективное Действие Слушает Тогда Иголку Надо держать По-другому Чтоб не Уколоться Вот так К примеру Вот Вот такое Вот Но Как бы сказать Все бы люди Тогда обладали Грубо говоря Сознанием Вот таким Банками Памяти Вот это Что-то делали Но Вот есть Такое Понятие Как Черты Характера Что Это Такое Черта Характера То есть Черта Это Нечто Такое Которое Как бы Сказать Основательное Нечто Такое Твердое Которое Трудно Разрушить Которое Сформировалось И вот Она Осталась И так Сознать Вплоть до Того Что Она Всю Жизнь Остается Так Так Вот Теперь Теперь Важно Понимать Как Формируется Характер А Характер Формируется На Основании Побуждений Если Если У меня Выражено Побуждение Первое Ну Допустим Как у помещика Было Выражено Что Он Пятьсот Юных Девушек Развратим То О нем Говорит Он Развратник Если У него Это же Самое Выражено Но Он Считается Вернее Он Просто Ценит Семью Отношения В семье Говорят О Вот Это Семьянин Это Хороший Человек Семьянин И так Далее То есть Это Одна Черта Характера То есть Может Развратником Это Так Берем Крайнее Состояние Характера Развратником Может Быть Семьянином А Может Быть Его Ничего Это Не Интересует Не Семья Ничего Но Тем Не Менее Дальше Идем Он Желает Дружить Желает Как-то Относиться И Это Для Него Важно Он Говорит Вот Такой Друг Он За Друга То Все Пятое Десятое За Родителей За Детей Ну Примерно Так То Вот Она Черта Характера Будем Сформировались На Первом Побуждении У Человека Естественно Все Это Буквально Таки Начинает С самого Рождения Формироваться А не то Что там Как-то Отдельно Вторая Черта Характера Вернее Разновидность Черт Характера Разновидность На основании Одного Побуждения Могут Быть Несколько Черт Характера Но Которые Прекрасно Могут Характеризовать Этого Человека Следующее Значит Побуждение У Нас А Это Немножечко Ошибся Это второе Было Побуждение К продолжению Там Рода Продолжению Рода Вот это Как раз Вот этот Помешник То есть Я вам рассказал О втором Побуждении А первое Побуждение Первое Побуждение Это Человек Ну Допустим Он Он Просто Допустим Мастеровой Собственными Руками Сделал Дом Наполнил Дом Полное Час И Говорит О Вот Такой Человек Ты Смотри Он Значит Заботится О семье И В то же Время Другой Человек Да Он Никак Не заботится О семье Один Значит Грубо говоря Может гулять Другой Не гулять Ну Это Несколько Не то Первое Это Вкусно Есть Следить За своим Здоровым Либо Не следить За своим Здоровым Вот Все Что Относится К Качеству Жизни В смысле Обеспечения Питания Материальными Благами И Окружением Себя Вот Вот Всем Этим Кто-то Безразличен Кто-то Наоборот Да ты Че Я тут Вот Блудел Это Как раз Первое Побуждение Второе Мы Я раньше Рассказал Тема Та Непростая Это Как раз Побуждение К дружбе Говорят Вот Ну Грубо говоря Этот Семьянин По второму Побуждению Этот Бабник Это Там Вообще Его там Ничего Там Не Интересует Он там Не дружит Придает Там Для него Дружба Ничего Там И так далее Или Наоборот Второе Побуждение Третье Побуждение Стремление К лидерству Вот Тут Говорят О Вот Этот Человек Карьерист Он Это Там Чем-то Характер Карьерист А об этом Говорят Да Ну Он Просто Не Интересуется Карьерным Ростом Ну И Примерно Вот Так Вот Один Готов Для Того Чтобы Стать Старшим Сделать Очень Очень Немного А Другому Это Неважно Безразлично Черта Характера Черта Характера Четвертое Побуждение К справедливости Опять Таки Есть Люди За Справедливое Там Устройство В Семье В Государстве На Работе В Каком-то Сообществе И прочее 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 Готовы Очень Много Отдать Плоть До Своей Жизни Черта Характера Черта Характера А других Это Не Волнует Вот Это То Что Не Волнует Это Черта Характера Да Это Черта Характера Он Тут Ничего Не Сделает Его Не Волнует И Наконец Таки Что Там У нас Пято Это Черта Характера Которая Образуется Или Черты Характера Правильные Я уже Поправлял Черты Характера Которые Образуются На Пятом Побуждении Это Побуждение К Самореализации Ну вот Говорят Он Там Знаете Он Там Качается Качок Вот Это Вот Так Сказать Он Так Думает Другой Он Значит Самореализуется Грубо говоря Через Там Написание Музыки Третий Там Спортсмен Четвертый Там Допустим Он Занимается Там Йогой Там Самореализация Идет Через Допустим Ну Опять-таки Через Какую-то Там Борьбу И прочее Человек Хочет Доказать Доказать Тут Как бы Подключается Несколько Побуждений На Основе Одного То есть Человек Хочет Доказать Свою Силу Что Он Непобедим Что Он Такой Секой Особенно Спортсмены И тут Как раз Подключается И к Лидерству И вот Эта Самореализация Вот Это Вот И в итоге На этих Пяти Побуждениях Образуется Характер Человека Теперь Там Мы С вами Можем Уже Судить Об этом Человеке И при этом Мы с вами Понимаем И знаем Откуда Растут Ноги У этих Черт Характера Почему Мы Вот Так Поступаем По своей Жизни А не Иначе То есть Мы Работая С Побуждениями Понимаем Что Нами Движет А раз Мы Начинаем Понимать Что Нами Движет Мы Можем В этом Отношении И Работать И Вот Как раз К Посетителям Школы Духовного И физического Совершенствования Вот Как бы Сказать Одно Из Заданий На Основании Вот Этих Побуждений О которых Я Рассказал Определить Свои Черты Характера И Понять Их Истоки Это Уже Имеет Большое Значение Потому Что Если Человек Не Понимает Почему Он Груб Почему Он Так Вот Ведет Себя То Ему Очень Трудно Исправиться А Когда Он Понимает Начинает Понимать Истоки Он Уже Это Уже Пол Дела В Исправлении Вот Этих Изъянов В своем Собственном Сознании И Наконец Так На Основании Вот Черт Характера Побуждений Формируется Мировоззрение Это Тоже Очень Важное Понятие Сформировано Мировоззрение То Из-за Мировоззрения Одни Люди Становятся Грубо говоря Вегетарианцами Другие Пытаются Стать Сыроедами Третьи Пытаются На основании Чего-то Стать Грубо говоря Войнами Я Воин По жизни Ну и так далее Другой Монахом То есть Он Всю Эту Сумму Своих Побуждений И Характера В зависимости От Устремлений Мировоззрения Направляет На то Или Иное Ну и В результате Вот И В результате И получается Вот это Многообразие Одни Становятся Грубо говоря Экстрасенсами Причем В экстрасенсорике Их одно Там Волнует Другие Пытаются Значит Постичь Там Всевышнего Причем Отклонений И В зависимости Отклонений В мировоззрении Каждый Пытается Это Сделать По-своему Говорит Вот Христианство Лучше Другой Говорит Буддизм Лучше Третий Говорит Ислам Лучше Четвертый Говорит Иудаизм Лучше Пятый Йога И так далее И так далее Все это Намесилось И тому подобное Но Важно Понимать Откуда Растут Ноги Где Находятся Эти Семена Которые Вырастают Уже В то Или иное Направление И Понимая Это Мы можем Уже С этим Работать И Исправлять Поэтому Следующее Что должно Быть Сформировано У человека Ставшего На путь Духовной Эволюции Это Должен Появиться Самоконтроль То есть Помимо Сознания Помимо Сознания Которое Там И ума Которое Сличает То Все Пятое Десятое Там Сличает И так далее И В результате Этого Возникают Те Или иные Потребности Желания Мысли Действия Слова И прочее 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 Должен Возникнуть Еще Такой Рабочий Инструмент Который Который Следил За тем Что Творится В сознании Человека Это Как раз И есть Самоконтроль А именно Допустим Возникает Раздражение Раздражение Возникает Допустим Вас Вам не дали Грубо говоря Есть Раздражение Возникает На основе Черты Характера Которая Сформировалась На первом Побуждении Побуждение К выживанию И это Особенно Очень важно Когда Вы Начнете Самостоятельно Голодать То есть Как Вы Должны Сами С собой Взаимодействовать Чтобы Вот Эту Потребность К Пище Объяснить Своему Сознанию И Передать Это Все Уже Дальше Телу Чтобы Оно Так Сказать Начало Переходить На Питание Своими Резервами И прочее Без Без Всяких Шемучных Моментов Когда Человек Начинает Докрывать Эмоции И прочее То есть Если Человек Теперь Дальше Дальше Когда Мы Начинаем Разбирать Какие Процессы Происходят В сознании То Понимаем Что Их Порождает То есть Мышление Эмоции Ну И прочее Настроение И так Далее Но Об этом Мы Поговорим В следующем Так Я Много Всего Наговорил То есть Вот Этого Для вас Важная Я считаю Важная Информация Которая Вам Поможет Понять Самих Себя И Я старался Такие Знания Использовать Для себя Видите Никакую Там Школу Не призываю Там Какую-то Психологическую Или еще Что-то Не опираюсь Ни на что А я Опираюсь Просто На Очевидное На Понятное На Вытекающее Одно из Другого Для того Чтобы Разъяснить Себе И понят Такое Сложное Сложное Образование Как Сознание И далее Какие Процессы В нем Происходят Для того Чтобы Стать Спокой Рассудительной И Умело Действующей В любой Ситуации Личностью О процессах В сознании Мы поговорим В следующий раз Сейчас Я хочу Еще что Подсчетнуть Те люди Которые Заполнили Хотя бы Кратко Там Свою Анкету Это уже Я не буду Там их Называть Что это Зовут Ваня Клава Или еще Там Как-то Просто Я Без Имен Но тем Не менее Опираясь На их Анкеты Уже Можно Им Дать Какие-то Рекомендации Если Хорошо Подробненько Так Описано Что Человека Раздражает Какие Страхи И прочее Что Он Уже Может Действовать Это Уже Я Допустим Но Зная Вот Это Что Я Рассказал Вы Это Уже Можете Как-то Сами Работать Над собой То То есть Очень Важно Идя По пути Самосовершенствования Развития Личности И духовных Качеств Это Умение Обучаться Умение Обучать Самого Себя Обучать Самого Себя На Понятном Во всех Отношениях Материале Это Очень Важно Чтобы У вас Все Было Понятно Если Какие-то Там Термины Или Понятия Вам Не Ясны Как Правило Человек От Этого Отказывается Ну На этом Пожалуй Закончим Вот Такая Большая Лекция Получилась Кстати Кое-что Там Допустим Из своих Книг Приведу Допустим Какие-то Там Ссылочки Вы Можете Дополнительно Об Этому Еще Почитать В В моих Книгах И на основании Вот Этого Первой Лекции Первая Лекция Уже Задать Мне Какие-то Вопросы И лучше Всего Задавать Опять-таки По адресу Моей Электронной Почты Я там Всегда Читаю Смотрю И так Далее И писать Вначале Духовное Совершенство И дальше Там Свой Вопрос И так Далее Ну Вот Я Долго Собирался Изложить Этот Довольно-таки Сложный Многообразный Материал Но Я чувствую Кое-что Мне удалось В этом Отношении Кое-что Дальше Продолжим О том Какие Процессы Идут В Сознании И